Поехали. Я уже один раз представлялся. Снова я с вами. Грейдл я занимаюсь очень давно. И очень всякой фигни я с ним достаточно сделал. Всяких проблем набрался тоже достаточно. Поэтому немножко расскажу сначала о том, чего не будет точно. Соответственно, не будет каких-то заявлений о том, что мы сейчас будем релизить. Чаще будет нам счастье. Каждый коммит у нас релиз нет, не будет. У всех по-разному. Что каждый коммит должен быть готов к релизу. Что мы должны все автоматизировать. Это дает и пе. Ну, это какие-то общие вещи. Что же будет? На самом деле поговорим о жизненном цикле сборки. Как люди пишут скрипты именно. Не с точки зрения, на какие стадии бьется ваш билд скрипта. А с точки зрения того, как люди вообще начинают писать скрипты, которые собирают их проекты. Что у них в голове условно. Соответственно, проблемы, которые возникают, если люди начинают этим пользоваться без какого-то погружения в область. Или даже с погружением в область. Или с ростом команды. Ну и так далее. Соответственно. Ну и какие Gradle предоставляет инструменты для решения некоторых проблем. Для создания, соответственно, на CI, скажем так, надежной системы сборки различных проектов. И управления разнородными проектами. Ну, немножко похолеварим о императивности и виседекларативности. Потому что Gradle, в отличие от Mevin, может быть и таким, и таким. Соответственно. Ну и самый главный вопрос, на который мы постараемся ответить, это как бы… Ну вот кто знает, что такое StarCraft вообще? Все, наверное, все знают. Ну ладно. Все, хорошо. Все, по крайней мере, в курсе будем считать. Вот не Zerg, в смысле кто? И Zerling можно ли стать Protoss'ом? Краткий ликбез Zerling – это что-то такое, нечто маленькое и тупое. А Protoss, будем говорить, это что-то такое большое и умное. Можно ли стать умным и перестать быть маленьким и глупым? Ну ладно. Где мы находимся? Соответственно, мы находимся где-то здесь. Будем говорить про в основном то, как преобразуется код в какие-то бинарные файлы. Ну и немножко, возможно, загружается, но это опционально. Про часть того, как это доставляет на среды, конечно же, не будем говорить. Я уже говорил. Итак, вот когда разработчик пишет плохой код, вот что с ним делают? А кто-нибудь из вас писал плохой код? И вас всех били по рукам? Что-то они целые какие-то тогда. Все розовые, румяные, без синяков. Нет, на самом деле, если разработчик пишет плохой код, обычно ничего ему не бывает. Вот вам сейчас Володя показывал примеры плохого кода и говорил, что такое как бы сплошь и рядом. Это его задача разбираться во всей этой дичи и объяснять людям, что так делать не надо. Не надо делать статические переменные, у которых нет нужных отношений. И в итоге получаются нули, нулы и так далее. На самом деле, если разработчик пишет плохой код, ему ничего не бывает до того момента, пока кто-нибудь это не заметит. В большинстве случаев это не заметят, потому что вот когда Володя говорил, ну где здесь фигня на моих слайдах, все молчали. И в реальности заметят только если что-то сломается. То есть он задеплоил на продакшн плохой код, там что-то развалилось и каким-то образом нашли виноватого, что развалилось именно из-за разработчиков, который написал вот этот плохой код. Это да, это реально кейс, когда нашли, наказали, отрубили руку, палец, не знаю, что в вашей компании принято. А человек, который пишет плохой билдскрипт, что ему бывает? Правильно, да, его на самом деле все ненавидят. Это правда. И это замечают гораздо раньше. Потому что его ненавидят другие разработчики. Один разработчик пишет билдскрипт, другие разработчики начинают им пользоваться и начинают его сразу ненавидеть. И это еще благоприятный исход событий, потому что самый плохой, они начинают приходить и говорить, мы тут ничего не понимаем и ничего делать не будем, поэтому ты сам давай нам поправь так, как нам нужно. А он не знает, как нужно и делает еще хуже обычно. Поэтому он самый несчастный человек в мире и где он должен задумываться, как же сделать так, чтобы его любили, а не ненавидели. И сделать так, чтобы его билдскрипт понимали и могли другие преобразовывать. Итак, тем не менее, есть некоторая стратегия успеха. Наверное, она есть. Сейчас попробуем разобраться. И так же, как вы играете в стратегии, чтобы победить вам, вы не можете просто взять и победить вам. Я не знаю, нужно построить здание, добыть ресурсы, настроить себе разных юнитов, короче, и укрепить позиции, ну и после этого захватить мир. Соответственно, да, мы как бы движемся к какой-то цели, все понятно. В случае билда проекта, ну не всегда все понятно. Ну и понятно, что здесь тоже есть разные тактики, да. Ну, сейчас поговорим. А вот кто вообще писал скрипты сборки на грейдли именно? С нуля? Отлично. Ну ладно, а кто правил существующие? Что-то все те же, короче, ладно, я понял. Тот, кто писал с нуля, тот и правил. Ну ладно. Соответственно, ну, в общем, мы уже выяснили, что человек, который пишет билдскрипт, его ненавидят обычно. И то, что на самом деле, вот принцип, по которому обычно люди занимаются своим билдом, тут уже принцип верный для всего и для грейдла, и для мэйвена, для всего. То есть этот принцип, он, ну, остаточный. Да, вот люди пишут билдлогику по остаточному принципу. Если там что-то плохо, иногда даже руками проще подхачить, например, бывает. Если вам в мэйвене нужно сделать что-то нетривиальное, то нужно релизиться сейчас, там, сегодня-завтра. Вы такие, блин, я вот сейчас этот плагин для мэйвена, чтобы сделать такую сложную операцию, буду неделю писать и тестировать. Вы берете, открываете с генерированным мэйвеном архив, кладете туда нужный файл, которого не хватает, например, сами его там переделываете, и вот типа готово. В этом плане грейдл чуть более опасен, он чуть более гибок, но и чуть более опасен. Позволяет сделать всякие непотребства с вашими артефактами, но, тем не менее, сделать вы их можете, там, сломаться может в любой момент, скажем так. Но, ну да ладно, соответственно, давайте посмотрим вообще, как это все дело собирается. То есть для тех, кто не знает, да, вот в грейдле есть такой файл buildgradle. Вот если в мэйвене есть пом.xml, то в грейдле есть buildgradle, в котором все остальное написано. К нему в придачу идет сеттинг с грейдл, да, в котором, если у вас мультипроджект, соответственно, то там описываются сапроджекты, ну и еще такое поведение можно менять условно, да, можно что-то хачить. Не об этом речь. И есть еще грейдлю, это типа грейдл в раппер, который позволяет вам абстрагироваться от версии вашего, от версии вашего грейдла. Потому что им нужны были стабильные сборки, грейдл релиз довольно часто, и совершенно не факт, что ваша новая версия грейдла будет собирать ваш проект, который был собран старым грейдлом. Поэтому есть грейдл в раппер, который сам скачает нужную версию и соберет нужные версии сборщика, потому что поэтому нужно пользоваться именно им. Сложности, да, вот в Maven тоже есть на самом деле Maven в раппер, он появился гораздо позже, но и он немножко другую цель на самом деле решает. Он решает проблему, которая решается, проблему с сеттинг с XML для Maven, потому что он у вас обычно шареный, для проекта может быть нужен какой-то кастомный, вот там это все можно указывать. Но это типа ладно, отдельная история. То есть первое, что мы пишем, к этому докладу на самом деле была демка изначально у меня, но я бы, наверное, ее все сделал, потому что многие вроде как не знают подробно. Но так как ноутбук, как только у меня только кликер, на кликере демку сделать проблемно, я буду просто кликать и говорить, что здесь происходит. Естественно, если у вас нет ничего, вы просто заходите в папку, жмете грейдл в раппер, и вот у вас какие-то файлы появляются, если, конечно, успешно выполнилось. Потом жмете грейдл в раппер, и у вас уже есть какой-то стаб проекта. То есть грейдл в раппер вам генерирует тот в раппер, о котором мы говорили на первом шаге. А грейдл в раппер вам генерирует файлы проекта. То есть build-gradle, setting-gradle-in заполняет их какой-то информацией, которую можно раскомментировать или добавить свою. Примерно такая структура у нас после выполнения этих команд будет. Соответственно, про все файлы я уже примерно рассказал. Эти два файла отличаются тем, что один для Linux систем, для Mac, а другой для Windows, все знают, наверное. Окей, собственно, мы пришли к тому, что мы что-то уже надобывали каких-то файлов. Теперь можем собрать наш проект. Команда логичная, грейдл запускаем наш в раппер, говорим build. Получили. И у нас там даже какой-то джарник валяется. Соответственно, но чего-то в этом джарнике не хватает. Кажется, обычно лежит джарник с версией. Ну вот где версия? Посмотрим, что у нас там вообще в build-gradle. Мы смотрим этот файл, и версии там нет. То есть она тупо не указана. На самом деле, если ее указать, то файл соберется с версии. Мы его можем туда запихать или даже указать через переменную, что она там должна быть. И даже жарник уже будет с версии. То есть мы можем ее менять, и у нас старые жарнички не будут перетираться. Но это как бы лирика на самом деле. Мы вроде добыли нашу версию. Но кажется, что в процессе релиз-менеджмента версию нам нужно не просто выставлять, а нам часто нужно ее ингриментить, еще что-то, где-то держать, коммитить. Кто вообще версию держит в файле? Никто, да? А как вообще версии-то? Просто в скрипты. Те, кто люди, которые пользуются грейдлом условно. Вы версию своего проекта резолвите прямо из build-gradle или откуда? Отлично. А кто держит ее не в build-gradle, а в отдельном файле? Ну, как-то даже не 50 на 50, ну да ладно. В общем, всегда есть два пути. Первый путь – это, соответственно, зашить вашу версию в ваш скрипт сборки. Она будет захардкожена, придется коммитить. Вы будете постоянно забывать ее докоммичивать. Но она будет там и будет собираться вместе с ней. И второй путь – это вы эту версию выносите отдельно. У вас есть отдельный файлик, который отвечает за версию этого проекта. Вы туда будете точно так же забывать ее, апдейтить эту версию, и потом будете вспоминать и делать новый релиз. Но это лучше, чем, наверное, держать ее в скрипте. В скрипте вы пишете вот так вот, прочитать файл, взять текст. Проблема начинается, когда у вас какая-то более сложная версия. То есть если мы берем Android, у него аж две версии. У него версия Android, как знаете, сейчас собирается всегда Android. Всегда критом собирается. Поэтому там есть проблема, что нужно резолвить версию кода и версию приложения. Если не ошибаюсь, это так называется. Ну, предположим, мы делаем какой-то класс-обертку, которая читает файл, и в файле на первой строчке название версии нашего кода, а на второй строчке название версии приложения. И все опять же работает. И версия в нашем случае – это целый объект. То есть дальше мы с этой версией можем говорить get app version, get cos version, ну и так далее дальше по коду. Окей, соответственно, версия может храниться, как мы сказали, в GTA. Нам нужно ее синхронизировать, делать commit, что как бы тоже на самом деле какая-то мета информация. И кажется, что не нужно ее там хранить. И более того, такой подход осложняет поиск по этой версии. То есть вы сначала добавили какую-то информацию в свой проект о версии, а потом, когда вам нужно ее найти, вы не сможете ей воспользоваться. Потому что поискать по истории файла, где там, когда была версия 1.0.0 в GTA, это там, наверное, проблемно. Все, наверное, используют git. Ну и даже в Меркурии тоже есть некоторые проблемы. Окей, соответственно, вернемся к нашим зергам и к нашим стратегиям успеха. Мы сейчас обсудили самую простую проблему и поняли, что даже ее на самом деле решать можно по-разному. И самая действенная тактика в StarCraft до какого-то момента была зеркраж. То есть пока ваши противники строят библиотеки, пока ваши противники двигают науку вперед, вы просто делаете самых простых юнитов, которые вам доступны сразу, не вкладываетесь в науку, не строите библиотеки, сразу их отправляете на убой, они уничтожают вражеские библиотеки, сравнивают с землей вражеские научные центры, и вы победили. При этом самым простым путем. То есть вам не нужно было думать головой. Кажется, тактика довольно действенна. И разработчики обычно действуют так же. И, наверное, это неплохо, это работает. То есть как мы действуем? У нас есть какая-то проблема, мы идем в Google, говорим название проблемы, найди мне решение. Google ищет вам решение, вы такие, copy, paste, в мой build gradle нужный код, или со стек оверфлой скопировали. Все же знают эту шутку про плагин, который ищет на стек оверфлой и сразу вставляет код. Вот как бы это тактика зеркраж. Соответственно, мы вставили наш код и профит. Мы решили проблему, это как бы главное. То есть ваша задача некрасивые скрипты писать, не делать так, чтобы вас любили, а задачи решать в первую очередь. К сожалению, это так, но любить от этого вас больше не будут. Поэтому тактика зеркраж помогает даже при программировании, но до поры до времени. Окей, вернемся к нашей проблеме. У нас есть гид, в нем есть уже мета-информация. Например, теги. Или, например, номер коммита. Почему бы не сделать номер коммита версии? Идем в Google. Google нам говорит, есть grgit. Вот тебе код на Java. Мы такие, отлично, Java. Мы знаем, что грядл написан на груве. Скрипты грядла пишутся на груве. И код на Java там, в принципе, прокатит. Добавляем зависимость. Копируем код со стек оверфлоу. Работает. Версия теперь равна коммиту. Кто знает, как выглядит коммит гита, понимает, что такая версия как-то не кошерна. То есть потом разобрать что-то в ней очень большая проблема. И при этом, если я забыл закоммитить, а просто собрал артефакт, запушил его, например, куда-нибудь, то версия будет старой. И в лучшем случае мне скажут, что, чувак, ты не можешь перезатереть такой-то артефакт такой версии, в худшем случае я его перезатру и всем все сломаю. Окей. Значит, нужно что-то сделать. В грейдле есть таски. Соответственно, там все строится на тасках и их взаимосвязью между собой. Все плагины, которые работают, они там, условно, конфигурируют некоторый набор тасков. Таски выглядят примерно вот так. И наш таск в данном случае просто перед выполнением таска-релиз выполнит следующий код. Код из грейд, который просто возьмет и добавит нам тег, по которому мы потом сможем поискать и на который мы сможем ориентироваться. То есть мы добавили некоторую мета-информацию в нашу систему хранения версий. Окей. Немножко о тасках, потому что все не знают. Так что давайте все-таки поговорим об этом подробнее. Таск – это такая штука, в которой есть тип и название. В нашем случае название – это релиз, тип копии. Ну и у копии есть какая-то спецификация. Например, from, into, да, это какой-то готовый таск. И есть секции, вот как вы видели на предыдущем слайде, do first и do last. Их может быть много, да, то есть их может быть две после, да. Их может быть, do last тоже может быть много, да. И все это как-то комбинируется. Комбинировать можно даже после создания таска, навешивая в подпроектах новые, так сказать, шаги, либо предшествующие выполнению таска, либо заключающие, заключающиеся выполнение какого-то кода после выполнения таска. И это все вот примерно так и работает. Ну или есть сокращенный синтаксис, который уже деприкейтит, который никому не советуется использовать, потому что команда Gradle сказала, что вот эти две стрелочки, они никому непонятны, людей бомбит. А еще и IntelliJ IDE их обычно подкрашивает в оранжевый цвет и говорит, что я тоже не знаю, что это такое, поэтому от них избавляются потихонечку. Ну окей, разобрались, что такое таски. Делаем таск. Таск при релиз. Предположим, наш таск при релиз должен вычислять текущую версию и добавлять тег, чтобы мы не запутались. Окей, что мы делаем сначала? Ну, предположим, теперь Google нам выдал другое решение и Google нам сказал, что вот тебе не обязательно использовать grgit, ты можешь commit вытащить напрямую, прочитав файл на файловой системе, гитовой. Можешь head прочитать. Ну мы радостно это делаем. Как говорится, это не так тяжело, как то, что рассказывал Володя, но тем не менее мы вычитаем одну строчку из другой. Никого, видимо, не смутило. Ну ладно. В общем, команда вычитания строчки из строчки даст примерно такой результат. Потому что это груви. Ну как бы окей, нам нужна ветка. Вытаскиваем ветку. По ветке мы можем вытащить уже commit. Вытаскиваем commit. И вроде у нас есть какая-то информация, но потом нам Google сказал, что все равно без grgit тебе не обойтись, потому что чтобы взять последний тег, тебе нужен grgit. Мы опять же взяли, скопировали это, пошли по пути наименьшего сопротивления, получили тег, составили из всего этого добра нашу версию, и вот наша версия как бы готова. Как-то так это выглядит. И сказали, что теперь наш таск релиз, который делает нам релиз, он будет зависеть от таска пререлиз, который, соответственно, делает всю эту байду по вычислению версии, добавлений тега, как версии и так далее. Может еще пушить в git, например. В принципе, все возможно. Соответственно, и что теперь мы имеем? Мы имеем артефакты, которые будут содержать вот такую версию. Ну, она не очень красивая, но мы постарались. Мы сходили в Google, решили какую-то проблему, и вроде постарались сделать так, чтобы нас любили, чтобы версия вычислялась сама, но все равно у этой версии остаются основные проблемы. Пока мы не закоммитим, она не изменится. Пока мы не изменим тег, она не изменится. Соответственно, релиз тоже непонятно, что должен делать, потому что основная логика там. Если он пушит артефакт, он опять же все перезапишет. Но, тем не менее, что хорошо, мы добавили dependency, которые нужно, к сожалению, их нужно менеджить руками. То есть, если ваш таск зависит от других тасков или еще от каких-то шагов, вы вынуждены прописать это вручную. Более того, наверное, всем хочется располагать какими-то мета-данными в своем артефакте. Кто собрал, где собрал, какой версии Java собрал, соответственно, почему он так плохо это собрал, например, чтобы можно было потом понять, почему это вообще работает не так, как должно было быть. Как должно было. И поэтому стандартные есть какие-то поля implementation, version, manifest version. В Gradle мы можем легко добавить соответственно еще, например, system.inv. Это влечет за собой некоторые проблемы. То есть, вот мы все хорошо, хорошо, вот видим всякие такие property, которые были, когда вы собирали в вашем environment в Shell. И потом бах такой, вот у вас… Ну, предположим, это было не Java build version, а я, видимо, неаккуратно скопировал. Ну, в общем, суть в том, что здесь, например, ваш какой-нибудь пароль. Часто разработчики фигарят, фигарит какой-нибудь пароль в environment переменной, и он отображается, записывается в ваш артефакт, и потом они долго плачут, что все знают их пароль отличного кабинета. Их банка, например. Ну, как бы такое случается, но тем не менее, вот по пути зерга можно пойти и быстро все это добавить. Это все будет, это будет работать. Возможно, кто-то вас будет чуть больше любить. Окей. Кажется, что мы уже проделали довольно много всяких операций. И что здесь главное? Что здесь важно? Важно в том, что мы сначала добавили информацию об окружении. Это какое-то количество строчек. Потом мы добавим еще информацию об авторе. Потом мы добавим информацию о том, куда это дело публиковать, как это публиковать. И все. Это какое-то количество строчек кода. И в итоге ваш buildgradle превращается в довольно такую большую штуку. То есть у вас изначально сгенерированный buildgradle это там три строчки, там apply plugin Java, ну и там версия, например, да. А вы его с помощью стек-оверфлоу и собственной сообразительности и тактики зерграш превращаете в buildgradle из двух тысяч строк буквально там за полчаса. Вот. И это только то, что можно сделать за полчаса. Конечно же, сообразительный человек пойдет дальше, войдет в rush и начнет делать много хорошего. И эти две тысячи строк превратятся как бы во что-то еще более страшное. Это как бы нормальная история. Люди быстро входят в rush, особенно если у них получается программировать. Ну, как бы, ну, груви похож на Java, наверное, если на Java программируют, на груви тоже будет получаться. И, соответственно, программировать логику собственного build всегда приятно, да. Всегда интересно, потому что вроде как задача не очень ответственная. Можно все ломать, крушить, короче, и вам ничего за это не будет. Тем не менее, вот проблема заключается в том, что когда у вас buildgradle из двух тысяч строк, повторить его невозможно. То есть, если вы такой один хороший зерк, все это сделали, задачу закоммитили, запушили, собрали, все ок. Но если к вам приходит Вася и говорит, что вот ты там уже собирал проект, а ты знаешь, у тебя хорошо получилось. У тебя там есть автор, у тебя там есть версия, которая вроде как, ты говорил, автоматически вычисляется. У тебя все это есть. Отдай мне тоже. Вот он берет этот файл две тысячи строк и не отдупляет вообще, что там происходит. По одной простой причине. Потому что, чтобы понять, что там происходит, ему нужно пойти, вот как вы это делали только что с Google, проделав все те же самые операции. И тогда он поймет. Но проблема в том, что если Вася пойдет в Google, он там найдет свои воркраунды. Google умный, он знает, что искали вы, а что искал Вася. Вот может, Вася на скале любит программировать. И Google будет предлагать ему решение на скале. Ну, на скалу он уже просто так свой Gradle Script не вставит. У него будут проблемы. Соответственно, проблемы, потому что он в другой команде хочет применить тот же код, который был совершенно непереиспользуемый. Соответственно, он не сможет воткнуть это в свой проект. Поэтому думать как зерк, конечно, хорошо. Это эффективно. Это решает быстро свою проблему. И мы снова берем и думаем как зерк. То есть человек, который пришел и хочет переиспользовать две тысячи строк, он говорит, ну ладно, Вася, наверное, хороший, хороший там, не знаю, build-инженер, релиз-инженер. Он сделал хорошие скрипты, просто я их не понял. Вот я сейчас их приведу в порядок и все будет отлично. Ну, что делает зерк? Он как-то вот так вот делает. Google ему сказал, что Gradle может делать вот так. Ну, он, соответственно, берет, расфигачивает весь код предыдущего своего коллеги на различные скрипты и грузит их на ftp-сервер, например, или http-сервер. И после этого они доступны вовне. Он их наприменял. Там даже версионировать нет. То есть то, что у вас по http не версионируется, это не аргумент. Я могу V1 написать, все будет окей. Куча прекрасных скриптов, которые были в этих двух тысяч строках или уже там 30 тысяч строках, они перекочевали куда-то, откуда их можно выключить и переиспользовать. Ну, окей. Но проблема здесь заключается в том, что все это статические зависимости. Статическими зависимостями очень сложно управлять. И более того, те скрипты, которые у вас подгружаются по http, они немножко по-другому работают. Поэтому тот человек, который их будет загружать, если он действительно сделал, что они будут работать, он сделал некоторые хаки, которые он тоже нашел в гугле, которые он тоже воскнул в свои скрипты. И это уже все совершенно невозможно понять. Поэтому когда кто-то что-то сломается или что-то, соответственно, нужно будет поправить там, уже малой кровью не отделаешься. Потому что по этому несчастному скрипту прошло два зерга. Первый зерк его написал, а второй зерк, соответственно, пошел, переписал, соответственно, и один результат выдачи гугла наложился на другой результат выдачи стекла верфлова. И там полная мешанина. И с этим невозможно разбираться. Я уже не говорю об архитектурных проблемах, потому что сервис должен быть доступен. А если у вас люди, которые работают удаленно, вы загрузили на локальный ресурс, есть проблемы. Нужен какой-то принципиально новый подход, который позволит, соответственно, как-то это более-менее привести в порядок. И такой подход есть на самом деле. То есть мы говорили, что есть императивный подход, когда вы что-то кодите, и у вас есть много возможностей. И декларативный, который говорит вам, вот как можно. Мавин декларативный. У него есть пом.xml, который шаг влево, шаг вправо вам не разрешает сделать. Вам разрешает выполнять только те инструкции, которые у него есть. Соответственно, императивность – это груви лапша, а декларативность – это пом.xml. Если проще говорить, то это именно так. Соответственно, какой подход выбирать сильно зависит от вашего проекта. Если над ним работает много людей, то императивность, наверное, не лучший вариант, потому что сложно управлять, людям сложно это понимать. Если это проект сложный, то, наверное, в любом случае будут какие-то императивные хаки. В принципе, нужно миксовать подходы. Ну и так далее. Плюс, если его нужно поддерживать вообще каким-то сторонним людям, вы отдаете какие-нибудь проекты на аутсорс, это отдельная проблема. Там тоже нужно где-то выбирать, как лучше делать. Может вообще лучше мейвен взять, я не знаю. Ну и плюс перспектива. Если это не пилота, проект, которому нужно долго поддерживать, нужно подумать о частоте кода, о частоте билд кода, а не только вашего кода приложения. Ух. Итак, декларативность – это все-таки безопасно, потому что в мейвене там особо не накосячишь, в том плане, что все-таки есть структура. Структура и на стеку overflow довольно четкие ответы о том, как и что нужно делать. Поддерживать действительно легко декларативный подход, даже в грейдле. Вы применяете плагины, если они работают, они работают, если не работают, ну как бы… Когда что-то не работает, всегда боль. И это более понятно, чем императивная лапша. То есть мы вот это привели к этому. Ну, на самом деле, какая разница, вы скажете, потому что я могу сделать вот так. И как бы будет ровно то же самое. Просто разбитое на плагины. На самом деле, понятно одно, что тоже нужно иметь меру. И плагины хороши тем, что в них есть композируемая логика. Композируемая логика – это значит не то, что я могу применить все вот эти кучу плагинов, и все будет хорошо работать. Нет, это значит, что если у меня есть n плагинов, я могу их правильно настроить. То есть к каждому плагину есть настройки. Но это, к сожалению, выливается в те же самые проблемы, которые были на предыдущих слайдах, когда мы реализовывали логику сами. То есть мы писали код, мы искали решение. Теперь мы просто ищем решение с помощью какого-то конкретного плагина. И это проблема, потому что это тоже строчки кода в нашем buildgradle файле. То есть мы сначала применяем плагины, потом начинаем их настраивать. Возможно, это меньшее количество строчек кода. Но это тоже проблема, потому что рано или поздно это будет 2000 строк кода, но уже… не кода, а DSL, что на самом деле еще сложнее. Итак, выход есть. Мы обычно делаем какой-то Uber-плагин, который себе, соответственно, сочетает какие-то возможности из разных плагинов. Выглядит это примерно вот так. То есть мы делаем плагин и говорим, примени нам вот такой-то плагин, примени нам вот такой-то плагин. Ну и дальше по списку. А самое главное, что можно еще и сконфигурировать различные плагины. То есть мы взяли и сконфигурировали для всех проектов таски тест. Сказали, что у нас какие-то настройки хипа, какие-то настройки тест-репортов, ну и так далее. Это распространилось на всех. Все, что вы делаете в своем проекте, это apply, my plugin, plugin. И это уже проще. То есть у вас есть четкая декларативная установка для вашей команды. Применяете мой плагин, такой-то версии, и все работает. И, соответственно, благо тут даже ничего писать не нужно, потому что большинство таких задач уже за вас закрыли. Есть проект Nebula, это проект Netflix. Соответственно, проект Netflix, который заключается в том, что они сделали целый ряд плагинов, которые синтегрированы между собой и делают очень важные вещи. Вот, например, Nebula релиз плагин. Он делает ровно то, что мы делали с самого начала с версии. Только мы там думали, как это сделать правильно, они сделали и сказали, что вот так правильно. И что же он делает? Как это работает? То есть он вам предоставляет несколько тасков. Это task snapshot, это task final и task dev snapshot. Ну, еще кандидат. При исполнении любого этого таска он автоматически вычисляет версию вашего проекта, основываясь на теге, основываясь на бранче, основываясь на состоянии репозитория. То есть версия будет примерно вот такая. То есть dev – это, соответственно, ветка, в которой я нахожусь. 0.18 – это последняя версия. Ну, плюс один. И uncommitied – это значит, что я что-то забыл закоммитить. У меня есть какие-то незакоммитиченные изменения. Если я в своем минарном репозитории вижу, что кто-то запушил артефакт, в котором есть uncommitied, то я знаю, что кто-то сделал плохо, я могу эту фигню удалить, это неправильно. Но куда лучше, на самом деле, прийти к этому человеку, найти этого человека, ну и, как вы говорите, по рукам ему ударить. По рукам ему ударить. Вот. Это работает. Соответственно, uncommitied – это очень важно. Негодяй ищется, только если есть мета-информация, конечно же. Но мета-информация добавляется точно так же другим плагином, который называется неблый инфо-плагин. В довесок ко всему этому мы получаем замечательные возможности просто сделать так, чтобы люди не смогли выстрелить себе в новую. Если мы начинаем делать релиз, то есть мы пишем там task final, и у нас есть незакоммиченные изменения, то он говорит, что чувак, а ты не закоммитил, я не буду релиз делать. Более того, он еще и, тут не написано, но он на самом деле еще чекает, запушил ли ты. То есть если я закоммитил, но не запушил, он мне скажет, что твой origin отличается на столько-то коммитов. Давай-ка ты сначала запушишь изменения, или там спулишь наоборот, и только потом я буду делать, соответственно, релиз. Что тоже выглядит логично, но, как говорится, по первости, наверное, выбешивает, потому что не дает вам релиз сделать, но с другой стороны, не дает вам ничего сломать. В итоге у вас в проекте появляется целое дерево различных тегов. Они сами инкрементятся, по умолчанию инкрементится средняя версия, семантик вершинной модели. Вот в нашем случае это уже было 17 версий, ну или меньше, не все они отображались. Соответственно, делаем, восполняем таск, и у нас появляется новая версия. Вот, 18.1, но тут, соответственно, было со скоупом патч, тоже можно этим управлять. Выглядит хорошо, при этом мы получили кучу дополнительных функций, которые не позволяют нам выстрелить себе в ногу, не позволяют нам, соответственно, зарелизить то, что не нужно. И вообще этот плагин позволяет держать себя в руках. Если у вас есть CI, его тоже можно использовать и на CI. Дальше, соответственно, посмотрим, как оно делается. Кто вообще пользуется Travis CI? Никто? Один. Ну ладно. А кто знает, что такое Travis CI? Ну ладно, уже лучше. Короче, в общем, Travis CI это такой CI для бедных. Если у вас на GitHub есть open source проект, то Travis CI позволяет его собирать бесплатно, при этом у него хороший AI, хорошая интеграция с GitHub, и все вроде как здорово. Но при этом, если у вас есть очень много денег, вы, конечно, можете для приватных репозиториев использовать Travis CI, но там как бы отдельные сложности. Вот мы рассматриваем публичный проект, и Travis CI, соответственно, исполняет какой-то скрипт, который вы ему скажете. В данном случае мы пишем скрипт и говорим, что вот исполняет какой-то скрипт. Travis CI начинает исполнять скрипт, и в моем скрипте прописано, что если это не pull request, ой, что если это pull request, то мне нужно просто сбилдить мой проект. Да? Нужно это для того, чтобы у меня на GitHub отобразилась шашечка о том, что мой проект не упал, тесты прошли, билд прошел, все хорошо. Все, что мне нужно. Мне не нужно релизить какой-то артефакт, мне не нужно делать релиз. Я просто подготавливаю pull request. Если это не pull request, и если нет тега, то есть Travis CI и Travis pull request это переменные, которые выставляет Travis, соответственно, то в этом случае нам нужно сделать девовский артефакт, который, например, отправит какой-нибудь джарник с версией тире снапшот в вашу артефакторе, например, в ваш бинарный репозиторий, и разработчики смогут его как-то переиспользовать. Какая-то такая динамическая версия тире снапшот, там может быть тоже много версий. Их можно перезаписывать обычно, ну и так далее. И, соответственно, если это не pull request, если есть тег, это значит, что вы хотите сделать какой-то релиз. Если вы делаете на локальной машине эти команды, то он, соответственно, автоинкрементит версию. Вы хотите именно такого поведения. Но если вы работаете на гитхабе, у вас есть pull request, вы подготавливаете какой-то релиз или какой-то milestone, у которого много-много-много тасков, вы обычно предпочитаете, люди обычно предпочитают управлять версиями отдельно и пушат тег. Соответственно, когда релиз готов, мы пушим тег, срабатывает вот эта логика. В случае, если это релиз кандидат будет, версия-рц, будет вызван таск кандидейт, который, соответственно, зарелизит кандидата, ну и в случае релиза релиз. Тут, в общем-то, вроде все просто. В моем случае это был плагин, поэтому еще таск publish plugins был. Но это не так важно на самом деле. Итак, соответственно, таким образом, в общем-то, этот плагин хорошо подходит для релиза как с локальной машины, так и с CI. В общем-то, это все прекрасно управляется, и при этом он очень много различных чеков делает для вас, чтобы вы не накосячили с релизом. Но проблема заключается в том, что вот даже имея декларативный подход, в Gradle нельзя вот просто так взять и запретить что-то. То есть, если бы можно было запретить писать собственные таски, запретить пользоваться императивным подходом, то Gradle превратился бы в Maven. У вас были бы только плагины и их конфигурация в виде DSL. Но такой возможности пока нет. Планируют они или нет, я не знаю. Но, в общем, наверное, было бы прикольно. Поэтому императивный подход, на самом деле, это с одной стороны опасное ружье, с другой стороны, это классика Gradle, которая позволяет вам, дает вам очень мощный инструмент, который может быть использован для кастомизации вашего билда. Но этот кастомизированный билд очень сложно модифицировать и очень сложно им управлять. Но управлять, тем не менее, можно. Вот вы, когда пишете код, вы пользуетесь различными утилитами. CheckStyle, PMD, CodeNarc и так далее. Кто всеми тремя пользуется? Никто, да? Кто хотя бы одной? Молодцы. Отлично, соответственно. И для Gradle тоже есть некоторый плагин, который называется GradleLint плагин. Он как PMD или CheckStyle. Проверяет Gradle скрипты и делает немножечко больше. Сейчас поговорим, что же значит больше. Вот, предположим, у нас есть в build Gradle файле такая логика. То есть логика простая. Один артефакт так, назван другой так. Окей. Подключаем линд плагин и говорим, что все основные правила по умолчанию включены. Соответственно, после запуска билда он у нас упадет и скажет, что я это собирать не буду, у тебя там две проблемы. В твоем Gradle файле давай-ка ты приводи в порядок. Потому что все команды начинают писать это добро по-разному. Кто-то пишет вот так, кто-то так. Хочется как бы какого-то единообразия, чтобы держать это в порядке. Банально. Это просто экзампл. И мы смотрим, что же там за ошибка. Он там написал, соответственно. Тут ошибка на самом деле не та, о которой я говорил. Он нашел ошибку где-то внутри. То есть он сказал, он говорит, что у вас неиспользуемая зависимость. Что значит неиспользуемая зависимость? Это значит, что он пошел в код, проверил, соответственно, все вхождения, условно, которые есть вот в этой библиотеке, то есть с LFGIP, там условно логер. Вы ни одного логера в своем коде не проставили, но зависимость добавили. И линд-плагин говорит, ты ни разу класса из этой зависимости не использовал, но при этом добавил. Это ошибка. Ну, по умолчанию. Соответственно, мы вызываем task fixgradle, потому что нам уже предлагается это. Он, соответственно, фикчит какие-то две проблемы. Вот это одна из них была. И после этого в нашем buildgradle файле не остается зависимости, которую мы не используем. То есть таким образом можно, например, легко отсекать зависимости, которые разработчики либо оставили по причине того, что они сделали git-клон какого-то репозитория, или по причине того, что они просто добавили то, о чем не знали. И это здорово работает. Соответственно, это приятно, потому что можно следить за чистотой зависимости, которая есть в проекте. Но можно еще лучше. Можно, соответственно, сделать так, чтобы это просто проверить все проекты, которые собираются на вашем CI. Благо, Gradle позволяет это сделать. Есть такой файл, который называется initgradle. Соответственно, он, скажем так, запускается перед каждым билдом по умолчанию из домашней директории пользователя, который запускает, но можно указывать другое место. Соответственно, что же делает initgradle? initgradle запускается, и он запускается в том же самом контексте, где запускается ваша основная билд-логика из buildgradle файлов, из саб-проектов, ну или из ваших кастомных файлов, которые вы апплаете. И там мы можем применить этот плагин ко всем проектам. То есть мы делаем там, не знаю, v initgradle в домашней папке пользователя, добавляем туда наш gradle-lint-плагин, применяем его, и после этого смотрим, какие проекты упали. Да, на CI, например. Или запускаем принудительный, чтобы посмотреть, какие там есть ошибки. Ну или делаем его результаты не такими фатальными, а чтобы они просто выдавали ворнинг, например. Хотя можно и фатально. То есть мы управляем процессом того, как на CI все это дело собирается. Это, конечно, с одной стороны плохо, потому что это различается с тем поведением, которое у разработчика есть на его машине. То есть он на машине собирает, он не применил линд-плагин, а мы хотим все-таки, чтобы он применял его. Но инструмент контроля нам тоже дан. Мы можем на CI сделать так, чтобы он применился. Соответственно, снова возьмем наш замечательный файл. И здесь мы добавили новые правила. Соответственно, возьмем снова наш файл и посмотрим, что у нас выдалось на этот раз. На этот раз он как раз выдал ту ошибку, о которой я говорил, о том, что мы использовали неправильный формат зависимости. То есть не такой, как принят, например, в нашей компании. Это все можно настраивать. В общем-то можно свои правила писать. Это просто как бы примеры того, что можно использовать. Опять же, запускаем зависимость плохая, запускаем опять fix-gradle-lint-плагин и он нам превращает наш build-gradle в вполне себе валидный плагин. И что здесь примечательно в том, что, во-первых, он все это сделал сам, нам остается только закоммитить. И что здесь еще приятно, это вот latest. Все обратили внимание, что он проставил версию latest, потому что до этого тут версия стояла плюс. Это как бы одно и то же на самом деле, но отсюда вытекает следующая проблема. Раз мы поставили плюс, кто вообще ставит плюс? Кто говорит, я буду использовать всегда последнюю версию библиотеки? Никто не делает? Это плохо, да? Это плохо или хорошо? Плохо, да? Ну не знаю, я делаю. На самом деле это не плохо, не хорошо. Это зависит от ваших условий. Если у вас много различных зависимостей и у вас динамичные проекты и вы используете какой-то динамичный фреймворк и хочется его обновлять по каким-то причинам. То есть, например, это может быть security. Например, это может быть просто фикс каких-то багов и большое дерево зависимости кастомных версий проектов, которые вы используете. В этом случае, если вам нужно все-таки обновиться, процесс обновления версий будет очень долгим. Вам нужно будет пройти по всем зависимостям и исправить их руками. Это обычно очень больно и занимает много времени. Тем не менее, понятно, что есть подходы с бомом, когда вы подключаете не какую-то конкретную зависимость, а целую пачку зависимостей, которые, соответственно, потом указываете без версии, и это все работает. И версии согласованы. Но если вам нужно там что-то изменить, вы все равно идете и меняете это руками. Так вот, есть альтернативы. Есть альтернатива, которая называется log-dependency-плагин. То есть, вы во всех своих артефактах говорите, используем последнюю версию. То есть, вы везде ставите latest release или latest snapshot для разработки. Не суть важного. Зависит от условий. После этого запускаете таски generate log, save log, потом запускаете ваши тесты. Если тесты прошли, то кажется, что у вас проект работает. Ну, конечно, если вы уверены в своих тестах. Поэтому для этого подхода нужно быть все-таки, можно быть зергом, но нужно быть умным зергом, который пишет тесты и подстраховывается. То есть, может быть, конечно, науку он не развивает, но, по крайней мере, библиотеки строит. Соответственно, после этого мы закоммитили лог и у нас появился вот такой файл. Чем он появился раньше, мы его только закоммитили там. В этом файле написано, какую версию мы запросили и какая версия нам, соответственно, разрезовывалась. Соответственно, это очень помогает, когда нужно действительно часто апдейтить версии или не хочется, соответственно, апдейтить их руками и хочется, соответственно, иметь какую-то декларативную структуру, в которой можно их смотреть. Также это плюс, если у вас есть какие-то системы, которые вообще следят о взаимосвязи версии различных артефактов в вашем проекте, в ваших проектах. То есть, по JSON-файлу вполне себе можно спарсить этот JSON-файл в каждом проекте и получить картину, скажем так, общую картину по всем вашим проектам. Где, какая зависимость, какой версии. Можно даже UI нарисовать, если вам это необходимо. Ну и так далее. То есть, в принципе, это очень полезно. Но нужно быть уверенным в своих тестах и, соответственно, в своей компетенции, если нужно что-то править. Всегда есть вариант откатиться и руками пройти версию обратно и закоммитить снова. Это не вопрос. Ну или просто откатить лог. Тем не менее, это хороший инструмент, который позволяет вам менеджить ваши зависимости. Но этот инструмент становится куда более хорошим, если вы пользуетесь еще dependency recommender плагином. Этот плагин очень похож на dependency log, только он отвечает не за то, чтобы жестко залочить версию на какой-то конкретный, а он отвечает за то, чтобы рекомендовать какую-то конкретную версию. То есть, вы подключаете плагин, после чего вы подключаете некоторый набор ваших зависимостей. Ну что мы тут делаем? Тут мы подключаем набор зависимости Netflix platform и какую-нибудь нестандартную, не знаю, хоть по HTTP загружать. Там просто перечень артефактов и их версий. Соответственно, после этого каждая версия будет резолвиться в ту, которая указана вот там. Ну или можно принудительно вот так указать. Если мы в своих зависимостях с SEO проекта или саб проекта не указали версию, то версия будет разрезовлена в ту, которая рекомендует нам плагин. При этом, если это миксовать еще и с плагином dependency log, это тоже будет работать на самом деле. И более того, это не мешает вам быть гибким. То есть, если кто-то из членов вашей команды решит, что версия 1.1 ему не подходит, он легко это может изменить. Он пишет версию 1.0 и она оверрает поведение вашего плагина. И более того, если вы хотите, чтобы предпочтительным поведением было то, чтобы люди не писали здесь версии, вы можете применить GradleLint плагин, который скажет «Чувак, ты тут версию вручную прописал, а мы не прописываем версии вручную». И все это можно настроить. То есть, если у вас сложный, какой-то очень консервативный enterprise проект, с помощью вот этих штук можно настроить гибко правила так, чтобы с одной стороны было разработчикам удобно, а с другой стороны так, чтобы они не делали лишнего, чтобы они не стреляли себе в ногу, используя неподдерживаемые зависимости, следить за деприкетинг зависимостями, заставлять их обновляться и так далее. Конечно, иногда это вызывает некоторый бадхерт, потому что разработчик у себя локально собирается с другим набором плагинов, а на CIS собирается с вот этими дополнительными проверками, например. По-хорошему нужно стремиться к тому, чтобы у них на машине тоже эти проверки отрабатывали. Итак, и конечно же сила в композиции. То есть мы обсудили некоторое количество плагинов и задача, наверное, любого человека, кто пытается их как-то переиспользовать, это взять и скомпоновать в свой плагин и применять только один плагин и следить за жизненным циклом уже этого плагина, в котором, соответственно, оплается все так, как вам нужно и настраивается так, как вам нужно, как нужно вашей компании или какому-то конкретному проекту и это поведение, оно будет воспроизводимо на других проектах. То есть не будет случая, когда что-то будет работать не так, потому что тупо environment другой. То есть все это зашито в плагин и вы как бы есть человек ответственный за его настройку. То есть это, например, может быть релиз-инженер или какой-то там прошаренный разработчик, который, соответственно, хочет этим заниматься и так далее. И там же настраиваются таски. То есть грязные хаки тоже могут быть, могут иметь место в жизни, несмотря на то, что вот, наверное, звучит как антипаттерн, использовать разные пресеты на ся и разные пресеты, когда собирает разработчик проект, но в жизни это все-таки нужно, потому что иногда нужно быть, следовать императивному подходу, декларативному и банально, если вам нужно сделать так, чтобы у вас работали и внутренние команды и внешние, и у внешних нет доступа к каким-то внутренним ресурсам, с артефактами банально, то вы можете использовать какие-то публичные артефакты, а на ся и форсить поведение, что мы будем все собирать только из локальных репозиториев нашей компании. Делается это очень просто. Есть тот же самый initgradle файл, в который мы применяем наш какой-то кастомный плагин, в котором делаем банальные вещи. Мы сначала удаляем все репозитории проекта, то есть если я там прописал mavencentral, удалим mavencentral, прописал bintry, тоже удаляю bintry, все удаляю, ничего нет, и добавляю только тот, которому доверяю, мой там стандартный enterprise репозиторий, из которого все железно собирается. Если разработчик туда добавил что-то, чего нету в нашем локальном репозитории, мы конкретно занимаемся разработкой финансового софта, и наверное нам хотелось бы, чтобы не было неизвестной зависимости, чтобы все зависимости были подписаны, ну и со всеми вытекающими. И разработчику будет выдана ошибка, что на CI это не собралось, в релиз это не пойдет, потому что он использовал зависимость, которая там не проверена, не подписана, ну и со всеми вытекающими. Такие кейсы бывают, их нужно делать, ну и банально можно наделать еще всякого, потому что initgradle это такой полноценный, полноценная часть гридла, который имеет доступ ко всему API и сделать там можно практически все, то есть модифицировать кэши гридловые, модифицировать какое-то поведение каких-то плагинов или применять какие-то плагины, все как бы в ваших руках. Единственное, что это нужно сделать все до полной инициализации проекта, там дальше соответственно есть сайд-эффекты, которые уже накладывают логика самого проекта. Итак, соответственно, ой, что это они, ну ладно, значит все сразу. Соответственно, пришли к выводу, сделаем выводы. Zerk rush это неплохо, если разработчики ведут себя как зерги, это вполне себе нормально, потому что они в первую очередь решают свою задачу и писать какие-то скрипты, писать какой-то код, на самом деле это задача такая для них последняя. В первую очередь нужно решить проблему. Если моя задача решается легко тем, что я иду гуглю и нахожу ответ, вставляю свой код и это работает, наверное, это неплохо. Но если после этого моим коллегам нужно поддерживать этот код, мне нужно масштабировать этот код на, соответственно, другие проекты, я должен как бы отдавать себе отчет, что я вот сделал не очень хорошо и потом как бы мне придут и отобьют руки. Ну, это нормально. Соответственно, императивные, декларативные подходы, они живут прекрасно вместе. Нужно их миксовать и применять нужное и в нужное время. Соответственно, императивный подход, когда вам нужно делать, особенно полезен, когда вам нужно делать грязные хаки, подстраиваться под структуру вашей компании, под требования вашей компании, под требования ваших задач. Декларативный, полезен, когда вам нужно подстраиваться под людей, под команды, под проекты и масштабировать на них ту логику, которую вы уже произвели. Это очень помогает. Особенно помогает, когда у вас есть аутсорс-разработка и вам нужно словно, навязать, наверное, неправильное слово, вам нужно дать им тот же функционал плагинов, который у вас есть внутри, при этом с минимальными издержками на внедрение. То есть скопировать 2000 строк и адаптировать их под свой проект сложно. Скопировать одну строчку, которая применяет плагин, который сам все делает как нужно, легко. Вот простая аналогия. Init Gradle на CI отличная штука, которая может менять поведение чего угодно и как угодно. Более того, Init Gradle может быть скопирован с CI на машинку разработчика и тогда у него все будет переменяться так же, если, конечно, доступа есть. Это уже, опять же, ограничение какой-то конкретной компании. И с Gradle можно жить в Enterprise, жить можно и нету жить, если, соответственно, но для этого нужно делать всякие грязные хаки, которые, благо, он позволяет делать в отличие от Maven, например, в котором они делаются либо очень сложно, либо вообще сделать непонятно как. На этом как бы у меня все. Это основные выводы. Теперь ответим на главный вопрос. Можно ли перестать быть зергом? Но я уже сказал, что кажется, это не так плохо.